Зачем увеличивать убытки электротранспорта? В первый раз в отремонтированный класс и кому нужен массовый спорт Запорожья? Это социальный патруль и Павел Васильев. Сегодня вы увидите. Убыточный троллейбус. Чиновники отрапортовали о новых маршрутах, но их рентабельность подсчитать забыли. Первый раз в первый класс. Новый учебный год, как запорожские школы, к дню знаний готовятся. Городские стадионы. Хозяин есть? Порядка нет. Как уже сообщал наш телеканал, в конце июля в Запорожье запустили троллейбусный маршрут, который из-за строительства мостов не работал пять лет. Тогда возможность быстро и дешево добраться до центра города воодушевила многих. Да и местные власти пообещали, троллейбус будет ходить с интервалом каждые 40 минут. Маршрут с несчастливым номером 13 должен доставлять жителей Заводского района к набережной. Однако наши журналисты, потратив два дня на поиски, так и не смогли его найти. Спустя две недели запустили еще один новый старый маршрут, уже под номером 9. С его графиком проблем оказалось гораздо меньше, и нашим журналистам даже удалось поездить на этом троллейбусе. И обнаружились удивительные вещи. Итак, девятый троллейбус дублирует путь еще одного маршрута, 90-й маршрутки. Очевидно, что главными, а может быть и единственными его пассажирами станут льготники. Никто не спорит, они имеют право на бесплатный проезд, но кто компенсирует электротрансу неизбежные убытки. А это сотни человек, которые опять рискуют остаться без зарплаты. Аналогичная ситуация и с 13 маршрутом троллейбуса, который ходит от набережной до ДК огнеупорного завода и повторяет путь маршрутных такси 83 и 73. Для чего нужны новые старые маршруты? Насколько они полезны городу и насколько рентабельны? Ответ на этот вопрос искала наша съемочная группа. Эти кадры облетели все местные телеканалы. 13 номер вернулся на маршрут. Открывать его приехал и городской голова, который пообещал, что теперь с Кичкаса будет возможность выезжать быстро и дешево. Теперь жители заводского района могут на дешевом, экологически чистом транспорте приехать на центральный пляж, на бульвар Шевченко. Я думаю, что это очень поможет сэкономить семейные бюджеты. По 13 маршруту будет ходить изначально два троллейбуса с режимом 40 минут разрыва между ними. А по победе будет 4 ходить троллейбуса. Где-то 30 минут у них будет разрыв. Буквально на следующий день мы решили проверить, исправно ли ходит номер 13. Но троллейбус оправдал свой несчастливый номер. На конечной остановке на Павлокичкасе мы не нашли ни людей, которые его ждут ни самого троллейбуса. Пенсионер Владимир Львович говорит, сидит в соседнем с остановкой парке уже довольно долго. Троллейбуса пока так и не видел. Сколько уже больше часу мы сидим? Больше часу сидим, да? Больше часу. Вот маршрутка одна за одной ездит, а больше ничего нет. Хоть бы раз в полчаса приезжал. А так вообще нету. Люди сидят, парятся, маршруту ждут. Плюс электротранспорта для пенсионера – бесплатный проезд. Но в такую жару ждать троллейбус полдня невозможно. Поэтому единственный выход – добраться из Павлокичкаса в центр города – маршрутка. Да ну уже, ну уже бесплатно пенсионерам. Люди платят все равно за маршрутку. Тоже многие ждут. На набережу много народа есть. Продавец стартовых пакетов мобильных операторов Ирина здесь каждый день с утра до вечера. До полудня видела только один троллейбус. Такие ситуации бывают часто, что вот он есть, следующего тура у него нет. Он где-то поломанный стоит. Или с опозданием приходит. Просто-напросто. Вот вывеска, которая не соответствует графику. Поменяйте там вывеску. В Запорож электротрансе уверяют, что сейчас запустили только один троллейбус. Он должен ходить раз в час. Услышав, что мы не дождались и его, ссылаются на возможные сбои в работе. Нужно проверить. Троллейбус ходит с интервалом один час. Когда есть троллейбус, может интервал быть немножко больше, если были по пути какие-либо задержки движения. Троллейбус ходит. И мы сейчас переделаем расписание для того, чтобы уменьшить интервал. Из-за таких проблем с транспортом Владимир Львович редко ездит в центр города. Поэтому, как никто другой, надеется на стабильное расписание троллейбусов. Вот так, через полчаса буду ездить. Ну и по троллейбусу буду ездить обязательно. Как и обещали местные власти, спустя две недели с момента запуска 13-го троллейбуса, открыли и девятый троллейбусный маршрут. На девятом маршруте будет работать три троллейбуса с интервалом 28-30 минут. Движение начинается в 7.00 и заканчивается в 19.00. Мы пробуем таким графиком, изучаем пассажиропоток. Если потребуется, то мы будем менять график. Значит, подвижной состав у нас выходит сейчас в городе 50 троллейбусов. Мы сейчас принимаем меры по капитально-восстановительным ремонтам еще пяти единиц. С момента запуска девятого маршрута прошло две недели. Мы решили проверить, стали ли слова чиновников реальностью. Это конечная остановка нового маршрута на улице Седова. Людей, которые ждут троллейбус, здесь нет. Но вот сам электротранспорт подъехал сразу. Следующая остановка – вот и первые пассажиры. Пенсионерка Лидия Николаевна постоянно пользуется троллейбусами. Появлению нового маршрута была рада. Постоянно. Нет, я время просто смотрю и выхожу под время. Ходит точно по часам. А только один день что-то случилось где-то тут на линии и не ходили. По проспекту ездили, я видела. На следующих остановках троллейбус заполнялся все больше. Нашлись и те, кто недоволен расписанием. Утверждают, в графике бывают сбои. Хорошо было бы, если бы он четко ходил по графику. Тогда достаточно было бы, что и раз в полчаса. Если бы он соблюдал свой режим работы, мы бы подходили в это время на остановки, чтобы долго не ждать, но вовремя. Если бы он соблюдал график свой движения. Водитель Олег говорит, в пути бывает всякое – поломки и аварии. Новый маршрут считает не только востребованным, но и нужным. Роллейбус под номером 9 ходит от улицы Седова до Кирова. Он дублирует путь 90-й маршрутки. О рентабельности новых старых маршрутов мы решили узнать у специалистов. Если посмотреть на структуру затрат в нашем городе на электротранспорт, то он датируемый процентов на 70. То есть 20% расходов на его эксплуатацию покрывает плата за проезд. Остальные 80 – это дотации и субвенции. То есть по итогам первого полугодия 2015 года дотации из городского бюджета на содержание электротранспорта составили чуть больше 11 миллионов гривен. Такие затраты на электротранспорт Алексей считает необдуманными. Эти деньги можно направить на закупку новых троллейбусов. Те, которые сейчас ходят, часто ломаются. Из-за этого и происходят сбои в графике. Сейчас в троллейбусном парке Запорожья 90 единиц подвижного состава. Из них в путь выходят всего 54. При стопроцентной оплате проезда всеми льготниками эти деньги можно было бы использовать на обновление подвижного состава. При стоимости троллейбусов примерно 4 миллиона гривен. И датирование ежегодно сейчас около 20 миллионов гривен. Каждый год можно было бы покупать 5 новых троллейбусов. Средства, которые идут на дотацию электротранспорта, можно направить и в другие сферы развития города, считают специалисты. В 117 школ в коммунальной собственности именно столько сегодня насчитывается общеобразовательных учреждений в Запорожье. Через три дня для тысяч детей наступит новый учебный год. Кто-то в первый раз в первый класс, а кто-то услышит первый звонок в последний раз за 11 лет. Каким будет этот учебный год, зависит не только от учеников и учителей, но и от технического состояния школы. Где-то нужны новые окна, где-то отремонтировать стены, а где-то инженерные коммуникации. По традиции в городском бюджете на нужды образования денег кот наплакал. Что-то латают за счет родителей, но их ресурсы не безграничны. Масштабный ремонт они сделать просто не могут. Впрочем, несмотря на традиционные проблемы, ремонты все же идут. Где в этом году детям учиться будет удобно и комфортно, узнавала Наталья Никитина. Школа-интернат Аберек предназначена для детей с проблемами умственного развития. Сюда попадают по медицинскому заключению. Сейчас здесь более 200 детей от подготовительного до 10 класса. У нас в школе работает очень профессиональный коллектив логопедов, дефектологов. Есть у нас ритмика, лечебная физкультура. То есть мы оказываем помощь в коррекции разговора, в коррекции умственных процессов и физической осанки. Ежеквартально интернат получает 40 тысяч гривен от комбината «Запорожсталь». В рамках сотрудничества в настоящее время проводятся капитальные ремонты будущего зала лечебной физкультуры и кабинета для занятий хореографии. Это у нас будет кабинет, там школу его называют. Для наших детей очень важно и в расписании предусматривается два раза в неделю ритмика. Это занятие танцами. Это был фактически старт работ. Сейчас подрядчики уже заканчивают обшивку стен. Крутим им сокартон, утепляем стены, чтобы деткам не было холодно зимой. Далее покраска, установка зеркал и тренажеров. Это специальные комнаты будут для хореографии с зеркалами, с удобным паркетом. То, что требуют санитарно-гигиенические нормы. И в кабинете лечебной физкультуры это также специальный кабинет, где будут установлены тренажеры и будет проводиться коррекционная работа для детей, которые нуждаются в этой помощи. Спешат закончить все работы к первому сентября и в другом подшефном учреждении. Это учебно-воспитательный комплекс номер 67. Он считается одним из лучших в заводском районе города. После встречи Владимира Буряка с педагогами начался ремонт кабинета физики. Поэтому мы делали ремонты за счет родителей. Как правило, это были косметические ремонты. То есть там покраска мебель, парк, покраска стен. Но капитального ремонта, естественно, со времен постройки школы здесь не производилось. За короткий срок здесь сделали капремонт стен, пола и потолка. Осталось лишь завести стулья и повесить доску. Кроме того, до первого сентября учебное заведение получит автомобиль для обучения вождению старшеклассников. А это уже специализированная школа номер 100 в Бородинском микрорайоне. Одна из немногих в Запорожье, где обеды для более чем тысячи учеников готовят сами. Система вентиляции функционировала 25 лет и пришла в негодность. В профильном департаменте планировали заменить ее, но деньги так и не выделили. Два-три года назад это стоило бы порядка 120 тысяч гривен. Сегодня еще дороже. Неподъемная для школы сумма. Проблему удалось решить в рамках образовательной программы главного инженера Запорожья Стали Владимира Буряка. Специалисты комбината почистили и отремонтировали вентиляционную систему школы. Вот это вот все по трубам, все что идет дальше, дальше, в ТЦХ заходит. Вот эта вся система была почищена. То есть она идет с первого этажа по четвертый. То есть воздуховод туда идет и идет в подвал, где находятся двигатели, которые помогают вот этот воздух перегонять наверх. В двигателях были заменены подшипники, отремонтированы в более качественное состояние. И на данном этапе это действительно хорошо. Тогда же договорились решить еще одну проблему. В этом году за парты сядут 132 первоклассника. Это 4 класса, но кабинеты есть только для трех. Из этой комнаты планируют оборудовать недостающий. В рамках образовательной программы Владимира Буряка комбинат «Запорусталь» выделил средства на закупку материалов. И уже через пару дней здесь начнут ремонт. Вот здесь у нас был перестеночек, который мы уже убрали. Вот остались у нас от него только штырьки. Будем ставить стеночку здесь. Вот материалы закупили. Закуплены перестенки уже полностью. То есть мы готовы сделать этот перестенок. И вот этот перестеночек. То есть все профиля закуплены. Гипсокартон закуплен. Потолок закуплен. Амстрон. Вот который здесь вот это все перекроет. И на подходе финансирование пола. Всего за пару месяцев к новой образовательной программе Владимира Буряка присоединились десятки запорожских школ. Где-то появились новые учебные классы, где-то только готовят проекты к участию. В большинстве случаев удалось совместно решить множество проблем. Не понимаем, что в нашем государстве образование и фундаментальные науки, которые закладываются в школах, финансируются по остаточному принципу. Поэтому мной было принято решение в меру своих сил и возможностей помогать образованию. Осенью стартует второй этап программы. Команда Владимира Буряка уже готова рассмотреть новые предложения педагогов, родителей и их детей. Почему многие классы до сих пор ремонтируются за счет родителей и нужны ли чиновникам школы? Об этом разговор с нашим сегодняшним гостем, член команды Владимира Буряка Максим Петь. Добрый вечер. Добрый вечер. После просмотра сюжета возникает ощущение, что ваша команда меньшими ресурсами для подготовки школ к первому сентября сделала больше, чем городские власти. Так ли это? Давайте сначала поговорим о том, а что сделали городские власти. Вот никто не знает, что они сделали. Ни я, ни вы, ни другие горожане. А мне очень хочется, я твердо убежден, что каждый житель нашего города должен иметь право следить за тем, как расходуются бюджетные средства. Ведь это те деньги, которые ежемесячно удерживаются в виде налогов, заработной платы наших горожан. Но я вам и без этой информации могу с уверенностью сказать, что 90% тех бюджетных средств, которые выделяются на сегодняшний день на систему образования, расходуются на выплату заработной платы и на погашение коммунальных платежей учебных учреждений. И лишь 10% идет на развитие. Но хочется отметить, что даже при грамотном управленческом подходе и расходовании этих 10% можно сделать очень многое. И это доказала наша образовательная программа. Кстати, о программе. В каких школах она работает? Какие-то конкретные результаты? Можно уже о чем-то отчитываться? На сегодняшний день мы запустили нашу программу в 27 учебных учреждений города и доказали нашим участникам программы, что действительно можно в максимально короткий срок выполнить, по крайней мере, и решить, по крайней мере, одну проблему каждого учебного заведения. Мы это сделали в течение полутора месяца летних. Планируется ли расширять программу? Все зависит от того, насколько наше государство будет создавать условия для социального ответственного бизнеса, чтобы каждое предприятие могло работать с прибылью и часть этой прибыли инвестировать в социальные проекты. Для любого образовательного учреждения, которое хочет присоединиться к программе, она будет открытой? Конечно. Наша программа открыта для всех, и каждый администратор, либо директор школы может связаться со мной по контактному номеру телефона, и мы обязательно приедем и обсудим условия участия в нашей программе. Какие самые масштабные проекты были выполнены с помощью этой программы? Самыми масштабными проектами были ремонт класса физики, как мы видели из сюжета в 67-й школе. Бюджет этой программы составлял 187 тысяч гривен. Также это были ремонты классов для первоклашек в 42-й школе на Шевченковском районе, а также это помощь в приобретении стройматериалов для школы номер 100. Вы не боитесь, что ваша программа в конце концов охватит все 117 школ города Запорожья, и департамент образования просто придется упразднять? Я не боюсь, я просто очень уверен в том, вернее, мне бы очень хотелось, это является моей мечтой, чтобы после конца октября, когда все мы знаем, пройдут выборы в местные органы власти, в наш горсовет зашла такая команда профессионалов, которая бы смогла в максимально короткий срок показать свою эффективность, и вот представителям бизнеса приходилось бы заниматься в большей степени именно бизнесом, а не решением социальных проблем города. Как по-вашему, что нужно для того, чтобы повысить действительно, вот как вы говорили в начале, эффективность расходования бюджетных средств? Для этого, мне кажется, в первую очередь нужно провести инвентаризацию всех тех проблем, которые сегодня есть в системе образования, а их можно очень просто сегментировать на три равные части. Первая часть – это содержание коммунальных зданий и сооружений в исправно-техническом состоянии. Вторая часть – это техническое оснащение материальными пособиями и виртуальными средствами обучения. И третья часть – это социальный статус наших педагогов. Я здесь имею в виду социальные льготы и, естественно, вот та нищенская заработная плата, которая сегодня выплачивается учителям. Большое спасибо. Я напоминаю, у нас в гостях был член команды Владимира Буряка, Максим Петь. Запорожью спорт не нужен. Об этом свидетельствуют заброшенные спортивные площадки и футбольные поля областного центра. Ранее в каждом дворе кипели аматорские футбольные баталии. На стадионах проводили первенства не только города и области, но и страны. Теперь же спортивная инфраструктура превратилась в приюты для бездомных. По официальной информации, в Запорожье насчитывается 8 стадионов. Из них 5 в частной собственности, еще 2 – стадион Славутич-Арена и Титан – коммунальные. Они же и лучшие из того, что есть в городе. Еще одну площадку совсем списали со счетов, а именно стадион «Строитель» в Орженикидзовском районе Запорожья. Частные, но до сих пор действующие и пригодные к использованию – это стадионы спортклубов «Моторсич», «Автозаз», «ДСС», а также стадион классического приватного университета «Локомотив». Площадка завода «Запорож-Трансформатор-Авангард» давно заброшена. Примерно так же обстоят дела и с футбольными полями в областном центре. Официально их 45 к использованию пригодны лишь частично. Половина из них на балансе учебных учреждений, меньше – в местах массового отдыха, и единицы – в частной собственности. На деле же, как констатируют горожане, спортивных площадок, пригодных к использованию, можно пересчитать на пальцах одной руки. Чиновники открещиваются, средств на реконструкцию, модернизацию – нет. Имеем то, что имеем. При этом в этом году на содержание «Славутич-Арены» из бюджета выделено немногим более 3 миллионов гривен. Для «Титана» сумма скромнее, но тоже значительная – 618 тысяч. Тем временем и детям, и взрослым по-прежнему заниматься спортом негде. Есть ли перспектива у «Запорожья» стать спортивным городом, узнавали наши журналисты. Стадион «Строитель» – так выглядела легендарная площадка в 1960 году. Здесь проходили городские и областные спартакиады, всеукраинские чемпионаты по футболу. Теперь же с первого взгляда и непонятно, что это бывший стадион. Раздевалки разрушены и давно стали приютом для бездомных. Трава на поле достигает метровой высоты. От лавочек ничего не осталось. Я еще сам помню себя, когда проводился кожаный мяч вот на вот этом стадионе. Да, может быть, не такого качества было поле, но мы до такой степени были рады. И здесь собиралось очень много детей. И мы до такой степени здесь, на этих полях воевали. Но я очень помню это время. Еще с десяток лет назад запорожские футболисты сражались и на этом поле по улице Малиновского в Коммунарском районе Запорожья. Его открывали специально для тренировок детско-юношеской команды «Торпеда». Здесь играли перенцы Украины. Двумя возрастами играли. Трибуна здесь была, трибуна, раздевалки, все. Банк заняли, все не знаешь. И такой стадиончик, что сюда приезжали команды со всей нашей страны. Ситуация здесь немного лучше, чем на строителей. Но в целом проблемы схожи. Трава по колено, часть забора и трибун сданы на металлолом. Раздевалки и вовсе превратились в общественный туалет. По словам Анатолия Бабича, все это должно быть на контроле городского головы, который на все закрывает глаза. Я его ни разу не видел, чтобы он пришел на стадион. Это Гамовский стадион, чтобы он пришел и что-то заглянул. Сказал, чем надо вам помочь? Что надо сделать? Извините, когда был поле покойным мэром, вы видели, какой стадион и Динамо. И все, и проводились турниры, и все проводилось. Вот это был действительно мэр города, который занимался этим делом. С инициативой привести в порядок заброшенные стадионы и футбольные площадки областного центра выступил главный инженер комбината «Запорожсталь» Владимир Буряк. Сначала все поля инспектируют специалисты. Мы совместно с Федерацией футбола города Запорожья, совместно с громадой определим те поля, на которые мы можем прийти, и своими собственными руками попытаться их восстановить. Ну и обратиться к городской власти, чтобы они наконец-то перестали заниматься популизмом. Первым решили восстановить футбольное поле, на котором тренируется детско-юношеская команда «Аякс». Ребята занимаются здесь не благодаря, а вопреки. Посмотрите, что тут не первый год занимаются. Это же уже не первый год здесь в поле. Я вижу, что никто уже ни кем не может заниматься. А у нас выбора нет. Мы здесь занимаемся. Мы не можем в спортплате заниматься за большие деньги. Из-за отсутствия покрытия и больших выбоин в поле, тренировки на этой площадке для ребят стали травмоопасными. У меня был случай, что ребенок у меня, разрыв голеностопа у него был. Тупо попал в яму. Бежал на скорости, попал в яму. Мы всей командой скидывались, помогали на лечении. В ходе встречи местных жителей с Владимиром Буряком принято решение провести здесь субботник. Я им предложил, что пускай они соберутся в какой-то из дней. Комбинат Запоросталь сюда подъедет покосит траву, мы подберем краску и проведем здесь попросту субботник. Приведем вот эту площадь, которая пустырь, по-другому не назовешь. Хотя бы хоть более-менее надлежащее состояние. С такой же инициативой Владимир Буряк выступил и перед жителями Орджоникидзовского района. Футбольное поле возле 27-й гимназии также бесхозное. В таком состоянии оно находится более трех лет. Ранее под обеку его взяла христианская футбольная лига. Единственная модернизация, которую они внедрили, покрыли площадку отсевом. Но из-за конфликта с местными жителями место снова стало заброшенным. На балансе у кого он находится? Насколько я понимаю, на балансе у городской власти расстроенно договаривались. Потому что там краю однозначно ни за каким... Я хочу это спрашивать. Я хочу, чтобы у этого участка, у этого поля был хозяин. Мы не против. Я имею в виду хозяин, который не в плане, скажем, вот это все мое, никого не пускают. Да, мы абсолютно не против. Не только на баланс, но и под свою ответственность. Представители городской футбольной федерации знают, как привлечь сюда молодежь. Для того, чтобы и с жителями было в порядке и так далее, это подготовить ее под детские соревнования, под детские и юношеские соревнования. Во-первых, она по размерам соответствующая. Во-вторых, здесь, если сделать, убрать щебень и все остальное, здесь не будет пыль. Соответственно, если будут играть дети, не будет то, на что так жалуются. То есть пиво, крики, маты, на что жители жалуются. Приведут в порядок активисты и волейбольную площадку. Идею по возрождению мини-стадионов единогласно поддержали как местные жители, так и запорожские спортсмены. Этот вопрос ранее поднимали на уровне местной власти, но ответа так и не получили. Для того, чтобы содержать хотя бы те сооружения, которые уже 20 лет, 30 назад построены, много усилий не надо. Я имею в виду денежное выражение. Просто желание определенных чиновников, которые отвечают за данное направление, при содействии жителей города, даже маленьких детей, это все можно делать очень спокойно и содержать на сегодняшний день. Еще раз говорю, было бы желание. Теперь дело за малым. Первые субботники пройдут в ближайшее время. Решить проблемы можно только вместе. Объединяйтесь. Это был социальный патруль и Павел Васильев. Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин